Наказывать ребенка Родители испытывают негативные эмоции Раздражаются, злятся и боятся И самый главный страх Это страх потерять контроль Власть над ребенком И поэтому у родителей очень часто появляется Вот эта самая главная задача Не сделать так, чтобы твой ребенок рос счастливым Спокойным, разумным А сделать все, чтобы он тебя слушался Несмотря ни на что То есть родители наказывают Потому что хотят ребенку лучшего будущего Ну, возможно, они так думают Но всем родителям хорошо бы определиться В какой они позиции Если ты родитель взрослый В позиции взрослого То ты родитель наставник, который объясняет Который учит Или же ты в позиции ребенка Который требует только того, чего он хочет Чего он хочет, чтобы ребенок слушался Вот если родитель во второй позиции В позиции ребенка То оставаться спокойным Адекватно реагировать на какое-то поведение ребенка У него не получится Потому что он будет впадать в эту детскую позицию Злиться, стучать руками, ногами Родитель? Да, именно Потому что он перестает быть взрослым Он сам превращается в ребенка И начинает вести себя вот так, как я перечисляю И причем ведет он себя так, как За такое же поведение своего ребенка он наказывает Хорошо, а давай тогда подробнее Про позицию взрослого человека Что это такое? Взрослый человек Это какой? Это человек-наставник Это тот, кто объясняет Это тот, кто принимает Это тот, кто может вместе с тобой Вместе с ребенком прожить твои эмоции Для человека в позиции взрослого Ты будешь хорошим И он будет тебя уважать Несмотря на то, что ты делаешь То есть при любом раскладе Хорошо у вас сейчас там дела обстоят Плохо у вас дела обстоят Он тебя все равно уважает Человек-родитель в позиции взрослого Он не боится, не впадает в какую-то панику Если ребенок ведет себя плохо Потому что у него нет вот этой единственной цели Доказывать ребенку свой авторитет Реально ли всегда оставаться в позиции взрослого И не опускаться в позицию ребенка? Мало шансов, что у всех у нас это получится Потому что все мы люди И все мы можем находиться в каком-то эмоциональном состоянии Представьте себе ситуацию Мама, которая уставшая, не выспавшаяся Которой там вымотали уже всю душу И намотали нервы на катушке И естественно у нее уже нет сил на то, чтобы оставаться в этой позиции взрослого Естественно она будет сама проваливаться в эту позицию ребенка Хотеть, чтобы ее взяли на ручки, пожалели, утерли слезы И она не может принимать чужие эмоции Поэтому наша задача для того, чтобы оставаться в позиции взрослого Не искать способы нажать на ребенка Надавить какую-то кнопку найти И заставить его вести себя всегда идеально Наша главная задача Искать способы себя держать в нормальном состоянии Чтобы оставались силы на то, чтобы на вот это вот плохое поведение реагировать адекватно Хорошо, Лизь, а ребенок он ошибся или он все-таки виновен? Вот это вот очень хорошее такое уточнение И об этом тоже нужно всегда помнить Виновен это тот, кто знал о последствиях своего поступка И все равно сделал А все остальное это ошибся Так вот, чтобы вы знали Отделы мозга, которые отвечают за это прогнозирование Что будет, если я сделаю так Как отреагируют другие люди Да я угадаю, с 15 лет? Нет, Женя, с 25 А есть даже исследование, что с 30 То есть требовать вот такого взрослого поведения Какого-то анализа своих поступков Какого-то там предсказания последствий От 5, 10, даже 15-летнего человека Это абсолютно бессмысленно Поэтому мы взрослые, мы должны выступать Вот как донорами тех отделов мозга Которые еще не сформированы Если ребенок пока не может это сделать самостоятельно То мы не наказываем, мы не злимся, не кричим А мы объясняем ему, чем могут быть Впоследствии чреваты его поступки Я же тебе говорил, Вика, она всегда на стороне родителей Вернее, детей, потом мам, потом пап И кошек Да, только позитивные такие семейные отношения Позитивное воспитание И вроде бы это работает Это работает, это проверено Спасибо большое, Олеся, что к нам пришла Будем продолжать расти детей вместе с маминой школой Спасибо Спасибо Спасибо